Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. Сегодня будем играть, ребятки, за енотика Макса. Крутую сборочку на него повесим и пойдем это все убивать. Но перед этим, разработчики, третий день перед Рождеством, так сказать, рождественские акции, байт-акции, да. Ну и, как всегда, купи в магазине, получи бонус, да. Невероятная акция, когда она менялась, не знаю. Но тут написано, кстати, что действует только на покупку персонажей в конкретном магазине и на покупку предложений в конкретном магазине. Вот, да, покупаете двух персонажей, получаете легендарный сундук, ну, легендарный ресурс, да. Ресурс, я то вчера тоже сундуками их называл. Ну, в общем, да. А покупаете специальное предложение, тоже две штуки, получаете легендарный черный ящик. Вот такие вот акции от разработчика, как всегда, элитные для элит зубы. Ну, а нормальные, ребятки, игроки должны страдать, как мы с вами, да. Именно так. Ну, ладно, давайте посмотрим, что тут хотя бы за предложение, да. Три дня, вот, акция повышения уровня персонажа. Вот эти вот три акции, вот две штуки из них покупаете, и вам дадут легендарный черный сундук бесплатно. Ну, в принципе, если взять самый дешевый и вторую какую-нибудь, да, которая вам более интересна. Хотя здесь на выбор, я так понимаю, если нажать, то можно посмотреть на кого будет, но я не буду нажимать, не хочу страдать. Ну, не знаю. Два уникальных предмета, что это значит? А, это имеется в виду, сразу шестой уровень дадут, кстати, не пятый. Раньше пятый давали, сейчас, смотрите, даже начали шестой давать. Разработчики движутся в направлении большего количества легендарных предметов в игре, но какие-то у них подвиги очень, да, очень быстрые и очень масштабные. Ладно, у нас сегодня не нотик, вот такой красивый. Сборочку, наверное, менять вряд ли на что-то будем, потому что особо нечего. Хотя укул адреналина, возможно, стоило бы поставить вместо чего-то из этого, вместо кассеточки, к примеру, да. Давайте глянем, какая у нас карта будет, чтобы определить, нужна нам кассетка или нет. Железно-рога. Железно-рога, там много подвижности, но там можно тоже встрять. Но мы будем играть на тысячу рейтингов в конце двух недельной недели, тут как бы без шансов, мне кажется, будет. У нас никто не уничтожит, поэтому будем все разваливать. И поэтому мы отправимся в бои. Там, кстати, ребятки, я уже говорил, точнее, писал, да. Разработчики вчера дали добро на раздачу дополнительных 6000 гемов. Не знаю, это рождественская распродажа или это навсегда. Но, в общем, непонятно пока что. Потом уточню, как говорится. Но пока что, ребятки, в воскресенье будет заканчиваться розыгрыш, поэтому участвуйте. 16000 гемов, видео есть там. Буквально вчера выложил, да? Ну и погнали в бой. 16000 гемов, корица на руке не валяется. Пока что это будет 16 победителей по 1000 гемов. А вот дальше будем смотреть. Возможно, даже увеличим небольшой прайс. Вроде бы даже можно сделать по 1500, по 2000 гемов. Ну, по 1500 я не знаю, вот по 2000 точно можно сделать. Ну, посмотрим, как там. А добрят разработчики, а то как-то... Ты шо, ты такой опасный, а? Не на того напал, слышишь? Не на того напал. У меня тут змея бежит. Змея, а ты куда бежишь? Ты понимаешь, кто я, кто ты, змея. Видали, какой у нас этот? Движи был. То есть он на меня прыгает, выбивает с меня аптечку. Я на него прыгаю, выбивая с него аптечку. Ну и за счет того, что... У меня, конечно, предмет прекрасный есть. Какая же имба все-таки этот нилот? Еще бы не лагала игра, было бы вообще замечательно. Замечательно. Очень... О, таунтафрена, кстати, пишет. Мы тоже скидчик этот посмотрим. Возможно, тоже с небольшой анимацией, но это не точно. Разработчики дали добро, да, и скинули мне два скидчика, которых мне не хватало с рождественской, так сказать, да, штуки. Ну, как бы, они должны были быть, но мне почему-то не везло, и я как бы не мог эти скины нигде достать никак. Хотя вот тот же Рудольф Финн, вроде бы, можно было бы покупать за гемы, правда, почему я его не купил, не знаю. Загадка. Ну, вы знаете, я как бы по скинам не парюсь, часто вам показать, чтобы вы знали, а то разработчики могут рождественскую распродажу потом дать, да, и в ней, как бы, добавить себе вот эти все скинчики, да, или коллекцию сделать, ну, чтобы понимали, нужны вам эти скинчики или не нужны. Да, именно так. Ну, и вообще, да, Рудольф Финн очень красивый. Тут не без этого, не без этого. Он прям очень топовый, там, такой носик красивый просто. Причем он один из первых, которые были добавлены, там, в новогодние скины и все остальное. Не знаю, будет ли новогодняя бнова, скорее всего, уже нету. Мне кажется, вот эта вот, которая бнова 4,29, да, у нас вроде сейчас 1 или 3,29, не помню, конечно. Вроде 4. Мне кажется, она последняя, которая должна была быть. Гранаты закинуты просто нереальным образом, мной были в никуда. Ну, это тактика такая, мы не понимаем. У нас была тактика по закидыванию гранат в никуда, и я ее выполнил. Ладно, что, мы тут победили? Я же говорил тут, как бы, укол адреналина очень нужен. Особенно под волком. Под волком он прям капец как нужен. Опять же, енота вот это вот, ускорение бешеное. Оно делает слишком имбовым его, мне кажется. Ну, он вообще имбовый такой достаточно. Его вот пофиксили, то что сделали ему лук в 2 раза менее домашним. Слон, наверное, даже не понял, что это было. Ну, в общем, раньше лук перезаряжался в 2 раза быстрее, теперь он перезаряжается в 4 секунды вместо 2. Ну, это был перебор реально. 2 секунды перезарядки, это был реально перебор, но... Зато теперь у нас панда с этим перебором играет. Еще кто-то вроде бы. Пингвин, он-то тоже с этим перебором играет. 2 секунды перезарядки. Но у них не такой имбовый лук, конечно. Которая нигилировает фулл здоровье в секунду, да? Нет, у них лук немножко похуже все-таки, но... Дальность этого лука выше. Ну, как бы, свои нюансы, свои нюансы. Поэтому сложно сказать, какой он, на самом деле, лук сильнее. Если так рассмотреть, что в дальнем бою особо енотка ничего не смог сделать, а вот тот же панда или... Вот, сынок, зоопар. Понимаю. Ну, ладно, познаю бой. А вот тот же панда или пингвин смогли бы в дальнем бою очень много сделать еще такого лука, который 2 секунды перезаряжается. Ну, вот теперь у них этот лук. Еще мы уже давно этот лук. Кстати, ребятки, я тут вспомнил небольшой момент, я не знаю, говорил, не говорил. Там же разработчики полтора года назад гепарда занонсили, да? Выбрали гепарда. Ну, и вот сих пор нет. По какой причине, не знаю, но... Я так понимаю, не добавляю сейчас саспекта всех персонажей, да? Есть такая от разработчиков игры клон, так сказать, блин, Эммонаса, да? Игры только в стилистике зубов. В принципе, молодцы. В принципе, вроде бы игра хорошая. Возможно, даже там ситуация по донату лучше. Но это не точно. Я не помню, если честно, какая-то ситуация по донату. Я там в дни не играю. Мне такой тип дниплей не очень сошел, к сожалению. Ну, закинуть гранату в никуда, это надо уметь. Но мы их каким-то чудом за счет моего движа тут немножко закинули. Убили. Выбили из-за змеи аптечку и все, победили. Теперь нужно врываться в пчелу. Красиво просто все делаю. Я, кстати, подумал, что здесь пчела 16 уровня, она была не 16 уровня. Ну и ладно. Главное, что мы их видеть. Это самое основное. Еще бы дроп лутали, мои друзья по команде полезные. Ой, надо спасти, точно, точно. Лев, беги, беги, Лев, беги. Так, ну мы здесь вроде неплохо закинули. Я за счет выбитой аптечки смог много чего сделать. Молодцы, молодцы, ребята. Я тут немножко помогу вам двигаться. Давайте, давайте. Бегом, бегом, бегом. Побежали, побежали. Так, аптечку шла с золотами. Все, молодцы. Видали, вот какая команда? Вроде бы седьмые, восьмые уровни, но стараются же. Лев, а что ты приуныл? Лев, лев, вернись, брат. Приуныл просто. Ну вот, всегда приятно, когда даже низкоуровневые игроки, но стараются. Это лучшее, что есть. Да, просто понимаете. Да, радуюсь тому, что должно быть само по себе, но я радуюсь этому. Бывает. О, наглая пчела, которая от нас сбежала тогда, да. Лутаем с нее, конечно, полезные вещи. Жек, мы тоже тут золотали еще на аптечку. Лишнее не будет, как говорится, да. Так, ну, я рак пока без аптечки поживет. Немножко другую шейд тоже наказали за дерзость. Ну, не играют командно, это их проблема. Надо играть командно. Кто играет команда, тот побеждает. Ну что, а мы за... Набиться бицухи, да? У нас бицуха вроде даже, что уровень, это не точно. Да куда ты убежал? О, ах уж это альпак. Лев тут его словил. Далеко собрался, да, альпак? Далеко вас ты собирался, но лев здесь был на готове. И нажал одну кнопку. Очень сложно? Сложно. Ну, лев с первым этим стильтом, вы знаете, это супер мва, которая не контрится. А два льва или уже три. Это уже перебор. Это уже перебор, особенно же из дороги. Это прям слишком имбово смотрится, если правильно их реализовывать. Но если их не реализовать, то, конечно, это не о чем. Поэтому все дело, конечно, в руках. В глазах, в мозге и еще в некоторых вещах, которые... Которые нужны для успешной успеха, да, в этом бою. Ну и в следующем, я люблю мутро. Дона забирает легендарь дроп. Ну, как бы тут безразлично в этом плане, потому что... Ничего это как бы уже кардинально не изменит, не повлияет. Пусть убирает. Я думаю, лев там не обиделся. А мне вообще легендарь дроп невозможно было это взять. К сожалению. Вот было бы хорошо, если бы выгрузу бы наконец-то добавили какое-нибудь новое оружие. То как у нас... Тактика ловить гениев. Прекрасная тактика, я считаю. Ладно. Не об этом. Так вот. Было бы прекрасно, если выгрузы добавили еще одно оружие какое-нибудь. Когда-нибудь. Хотелось бы это увидеть. Опять же у нас есть гранат, у нас дробовик. Есть лук. Да. Который, конечно, имеет разновидности. Типа уже пулеметов, там всего остального, да. Есть лук, есть копье. Ну, могли бы еще что-нибудь придумать. Могли бы. Могли бы. Какое-нибудь уникальное оружие такое, знаете. Которое было бы одно на карте. Типа вот уникальный слот с уникальным оружием. Ну, мне кажется, это еще одна кнопка. Это убьет многих гениев. Они и так не могут в одну кнопку. А тут как бы еще одна кнопка. И как бы. Ну ладно, они не могут в один палец. Про кнопки это уже говорю. Лишние. Ну, ладно. Но было бы круто. Какое-нибудь супер оружие, которое бы давало. Вот как и гитар дробь, только немножко поуникальнее, да. Возможно, как феромоны были бы только на карте отдельно, да. Было бы неплохо. Все равно феромоны уже всех есть, как бы. Ну, у всех есть смешная ошибка. Ну, я имел в виду, конечно, немножко другое. Итак, попробуем сейчас ловить. Да кто? Это Никс, получается, отлакнул, понимаете. Если в Никс не отлакнул. Если в Никс не отлакнул, тогда. Тогда. Еще и на хамильоны, конечно, сработало. Ох уж этот Никс. Почти, как Никс может отлакнуть? Примерно, что-то конец Трагелия было или что? Я что-то не очень понимаю, в чем причина. Лачка Никса. Мне сейчас нужно отхилиться немножко. Выбить аптечек. Я сейчас тут не могу, к сожалению, ничего сделать. Немножко выживаемость, да, не могу себе позволить. Приходится вот так вот себя заставлять выживать. Потому что, сами видите, сложно, сложно душат. Та же ехидна вот додушивала. Пришлось отдать нашего бака. Но, видите, моя команда, да. Один мертвый и остальные бесполезные. Ну, в общем, да. Пришлось, конечно, чем-то жертвовать, чтобы победить в этом бою. Потому что все с мочью я не смог. А лутать аптечки и пытаться стащить бой, это, конечно, было важно. Ну, вот Яра и Никс, конечно, подвели. Но Никс не так сильно подвел, потому что он не особо на многое был способен. Да, все-таки. А другие, конечно, подвели, да, знал. Ну, что у нас тут есть, в принципе, чем от Хилиса. Наверное, сейчас пойдем еще одну птичку золотами, пригодится. Пригодится. Бадди куда-то врывался, непонятно, чем я вот удивляюсь, как нас две ехидны еще не развалили. Я очень в этом во всем удивляюсь. Потому что я не понимаю, как можно за две ехидны на такой дистанции не развалить наш схват, который там просто стоял в наглое. Ну, вы видели, да, мы просто стояли в труп акулы и все. Просто закиньте туда кассетки и луки, и все, и все. Они не смогли. Не смогли. Жесть, да? Две ехидны, которые должны были нас просто аннигилировать за секунду. Страдали фигней и проиграли этот бой. Я не знаю, наверное, бот бы лучше сыграл. Но, как говорится, этими ехиднами виднее, как проигрывать. А нам главное победочка. Победочка, это всегда приятно. Ну, это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok